Продолжение следует... Забытая история, которую я вам сейчас и поведаю. Расскажу вам одну историю, по народу гулявшую, из уст в уста перебегавшую, в книгах не писан. Эта история началась ночь на Хэллоуин в 1818 году, в старинном замке Ласкрафт. Это был довольно большой замок со множеством пустых комнат. Когда купец Аксен захотел купить этот замок, то много кто пытался отговорить его от такой покупки. А всё дело в том, что на всех режимах уже давно говорили так. Тот, кто переселялся в этот замок, не проживал в нём дольше недели. Да и цена была подозрительно низкой. Но Аксен был очень упрямым и всё же купил этот замок. В тот же день все переехали в новое жилище. Привидение никто не верил, кроме его сына из дома. На вид ему лет 8, то ли 10, да и кто его послушает. И вот однажды, одной ночью, он стал воды попить и увидел в зеркале девушку, которая смотрела прямо на него. Он не мог пошевелиться, а дух девушки говорил ему. Если хочешь остаться живым, то должен покинуть этот замок неведленно. У тебя есть один день. Но когда Истон всё рассказал родителям, ему никто не поверил. Мальчик настолько испугался, что на этот же день решил бежать. Он бежал, куда глаза глядят, пока не нашёл лес. В лесу было много зомби и всякой нечисти. На новый день по серверу разнеслась новость. Купец Аксен и его жена погибли по неизвестным обстоятельствам. И тогда мальчик понял, что та таинственная девушка не хотела его убивать. И вот Истон остался один в тёмном лесу. Мальчик не знал, куда ему деться и кому бежать. Весь измученный, он лёг на свою постилку и уснул. Подъём, вставай, малыш. Идём кушать. Что, где я? Не бойся, это я. Он увидел пожилую женщину. Она представилась как Алана. Он рассказал всё этой женщине, а она его приютил. Детей у неё не было, да и жила в нечете. Так он и жил до 11 лет. Да и по хозяйству помогал. Мальчик решил разгадать тайну, которая не даёт ему покоя уже много лет. Ночью, когда добрая женщина уснула, он пошёл в замок и бродил по долгим тёмным комнатам. Вдруг увидел, что на троне кто-то сидел. Он увидел ту самую девушку. Она показалась ему знакомой. Его осенило. Это же та добрая женщина. Она была настолько ужасной. Труп посмотрела на него абсолютно белыми глазами. Я же тебе говорила не выходить из дома. А ты мне не послушался. Так это ты. Ты их убила. А почему тогда я остался живым? Ну всё, ты будешь наказан. Закричало привидение. Она цепилась когтями в руку мальчика и потащила его к дому. Там она взяла замок и закрыла его в комнате. Однажды ночью Эстон устроил побег. Времени было очень мало, поэтому он решил пойти в архив, в котором и хранились ведомости о жильцах замка. Ну где же оно? О, вот, нашёл. Мальчик достал документ, где было написано имя Алана. Она была проклята. Её дух навечно привязан к этому замку. Наконец, тайны больше не было. Но было уже поздно. Дама была позади. Вот так в 11 лет и закончилась история Единственного наследника богатого купца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин